Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 23 декабря. И я начинаю как обычно с напоминания о том, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом Незламни Сердця. Кто сколько может, донатим на наши взбройные силы, даем возможность нашим военным в альтернативном огневом поражении врага ввиду того, что сегодня есть проблемы с нашей артиллерией, именно с боеприпасами к нашей артиллерии. И дроны выходят на довольно, я бы сказал, силовую позицию в плане уничтожения оккупантов на нашей территории. Не забываем это. И не забываем и помним наш девиз, что дроны как патроны, их много не бывает. Ну а теперь об оперативной обстановке. И как обычно мы начинаем с ночи. Сегодняшняя ночь, в отличие от нескольких предыдущих ночей, прошла более-менее спокойно. Это по сравнению с тем, какое количество летательных аппаратов было запущено в сторону нашей страны и пытались атаковать объекты на территории нашей страны. Итак, с 18 вечера вчерашнего дня враг, расширские оккупанты запустили беспилотники типа Шахет-136-131 из района Балаклавы, это временно оккупированный Украинский Крым, и Приморско-Ахтарско, это расширская федерация. Было запущено, зафиксировано, точнее, нашими силами противовоздушной обороны было зафиксировано 9 пусков Шахетов. Все 9 Шахетов были уничтожены в пределах Одесской и Хмельницкой областей. Эти две области пытались, враг пытался их подвергнуть нападению, но все 9 Шахетов были уничтожены. Больше в течение ночи враг попыток атаковать наше воздушное пространство или атаковать нас через воздушное пространство не применял. А на линии фронта здесь немножко спала боевая активность, ну, не сильно, но есть снижение. 75 боевых столкновений произошло на линии фронта за прошедшие сутки. Всего враг нанес 1 ракетный, 40 авиационных ударов и совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Удары наносились как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в близлежащей, или на прилегающей территории к линии фронта, на всю глубину досягаемости огневых средств противника. В результате этих террористических атак есть жертвы среди гражданского населения, а также пострадал жилой фонд и другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары рашистская авиация наносила в основном в Черниговской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 110 населенных пунктов. И здесь география намного больше. Это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская и Николаевская области. Пройдемся по зонам ответственности. Зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. Это Волынское-Полесское направление. Здесь обстановка стабильная и контролируемая. Но наши защитники говорят, что нельзя расслабляться. И они готовы в любой момент выступить на дать отпор любым попыткам проникновения врага с сопредельной территории в нашу страну. А вот на Северском и Слобожанском направлениях тут, к сожалению, враг применяет большую активность и производит как авиационные, так и артиллерийские удары по нашей территории, по населенным пунктам. Пытается вести диверсионно-разведанную деятельность. Мы ведем контрдиверсионную деятельность на границе. Ну и наблюдаем за строительством оборонительных рубежей вдоль нашей границы в сопредельных областях Рашистской Федерации. Далее у нас идет с вами зона ответственности группы войск Хортица. И начинается оно с Купенского направления. И здесь враг не оставляет. Ну вообще давайте так, на Купенское направление скорее всего на сегодняшний день уже вырисовывается как направление второго удара. Ну всегда так военные делают. Есть направление главного удара, где они сосредотачивают основные свои усилия. И на сегодняшний день это Маренко и Авдеевка. Даже наоборот, Авдеевка-Маренко. Там сосредоточены основные усилия. А вот направление второго удара это скорее всего Купенск. Здесь они хотят выйти на реку Оскол для того, чтобы прикрыться водной преградой. Как они это сделали на всем протяжении реки Днепр от Энергодара до Херсона. До Олешек точнее. Точно так же они хотят здесь. И плюс Купенск это узловой, это важная железнодорожная станция, которая открывает прямое сообщение с территории Российской Федерации до Донецка и дальше до всего южного побережья Украины. То есть, допустим, два нюанса. Захват Купенск-Узловой и отодвинуть наши войска в районе Углидара, чтобы обезопасить Волноваху как железнодорожный узел в районе Волновахи. Фактически, Рашидское командование будет иметь возможность закольцевать железную дорогу. Через Крым, получается, от Волувек, через Купенск, Волноваха, Донецк, Волноваха и Крым. Вот таким вот образом они фактически делают ракадную железную дорогу, могут создать. Именно поэтому, скорее всего, и сосредотачивается усилие. Но, и поэтому Купенское направление, идут такие активные бои. За прошедшие сутки на Купенском направлении враг совершил 16 попыток атаковать наши позиции. 16. Место не меняется. Синьковка. В районе Синьковки враг пытается, бьется лбом, пытается проломить нашу оборону. Безуспешно. Наши войска отбили все 16 атак на Купенском направлении. И в районе Синьковки враг понес потери и отошел на исходные рубежи. Правда, немного западнее или юго-западнее, в районе населенного пункта Тернов. Там врагу удалось выбить наши войска, вынудить наши войска отойти с нескольких позиций. Враг имел частичный успех и продвинулся на несколько сотен метров вглубь нашей обороны. Вот такие активные события происходят на Купенском направлении. А на Лиманском направлении, рядом, там боевая активность вообще затихла. Ну, так как я вам и говорил, там недоученная армия, она носит такой волновой характер. Я так понимаю, что они постоянно из-за высокой степени потерь и слабой обученности войск, они постоянно, рашистское командование, вынуждено проводить перегруппировку подразделений на переднем крае. Поэтому она периодами, бывает так, что там они, вот как сейчас, они ушли, скорее всего, они отошли на перегруппировку. Получается, что на Лиманском направлении наступательных штурмовых действий враг не ввел. То есть там идут позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами. И я так понимаю, на следующей неделе мы можем ожидать активизацию боевых действий в плане попыток наступления на наши позиции. То есть вот такой вот, с такой периодичностью враг возобновляет и ослабляет боевые действия на Лиманском направлении. Бахмутское направление. Здесь продолжаются атаки противника, но вам скажу, что снижается боевая активность. Как мы и предполагали с вами, до двух бригад могут снять рашистские войска. Это по данным нашей разведки, с бахмутского направления, чтобы перекинуть их на Авдеевское. И свидетельством тому 8 атак, всего-навсего 8 атак или 8 попыток атаковать наши позиции предпринял враг за прошедшие сутки. Правда, надо констатировать, что в районе Богдановки и ее окрестностях рашистские войска имели частичный успех. И наши войска оставили несколько позиций. Враг подпринялся на несколько сотен метров вперед, вглубь нашей обороны. А в основном в районе Ивановского, Клещиевки и Андреевки все атаки и все попытки врага атаковать наши позиции были отбиты. Враг понес потери и отступил на исходные рубежи. Далее у нас идет с вами зона ответственности группы войск Таврия. Это Авдеевское направление открывает его. Здесь пытается противник атаковать. Здесь, кстати, самое большое. В общей сложности до 40 атак в сутки на всем Авдеевском оперативном направлении. От северных окраин Авдеевки, от Степно до Невельского. Вот такая география, широченная география. Враг пытается атаковать наши позиции. И на северном фланге, это восточнее Бахмутовки, Степнова и Авдеевки, 23 атаки противника наши войска отбили. Ну, кстати, Степное не перешло под контроль. Еще раз этому подтверждение. Потому что в районе населенного пункта Степное враг пытается атаковать. Если бы, как заявляют некоторые западные издания, если бы мы его оставили, то зачем было бы расистским войскам в эти сутки атаковать Степное. Оно находится под нашим контролем. Да, его обозначают на карте уже как серую зону, но бои точатся на восточных окраинах населенного пункта Степное. 23 атаки, еще раз повторюсь, северный фланг Авдеевки в попытках продвинуться, чтобы окружить населенный пункт предпринял противник за прошедшие сутки. И 17 атак в районе Первомайского и Невельского тоже предпринял противник для того, чтобы перекрыть или сжать кольцо вокруг Авдеевки. Все атаки были отбиты. Линия фронта не изменилась. Противник понес потери и откатился на исходные рубежи. Скорее всего, вот сюда перебрасывают ветераны, ну это, будем говорить так, дочерние отпочкования частной военной компании, то есть наемников практически. Казаков там подразделения перебрасывают, это тоже что-то вроде ЧВК под патронатом Шойгу, под патронатом Министерства обороны и РФ. То есть они уже, они прекрасно, в Кремле прекрасно понимают, или правильнее будем сказать, в Генштабе, для того, чтобы выполнить кремлевский приказ по захвату Донецкой и Луганской областей, они прекрасно понимают, что Пригожина уже нет. Кстати, Wall Street Journal опубликовал, ну шикарное, на мой взгляд, расследование, рекомендую почитать, как Патрушев организовывал ликвидацию Пригожина. По согласованию, ну по распоряжению Путина, скажем так, как там все проводилось, в деталях и так далее и тому подобное. Так вот, нету уже Пригожина, нету того Вагнера, который мог вот нечеловеческими потерями, нечеловеческими ресурсами взять, попытаться захватить Бахмут. Вот, поэтому сегодня надо решать проблемы. Десант или десантура российская, которую так восхваляли, тоже не в состоянии решить эту проблему. Ни на Работинском плацдарме, ни на левом берегу реки Днепр, на Херсонском направлении стачивается десантура во главе с их вождем Теплинским. Вот, и поэтому что? Поэтому прибегают к помощи наемников. Вот до двух таких формирований полк-бригада пытаются расширские войска перебросить с Бахмутского направления, частично-частично из глубины. Вытягивают из глубины. Вот, пытаются перебросить на Авдеевку и мы ожидаем, вот мы думали, что это как бы еще один будет, третья волна штурма Авдеевки, да, сейчас идет по нашим подсчетам. Ну, очевидно, на следующей неделе будет предпринята очередная волна таких усиленных штурмов. Вероятное направление, по которым враг будет пытаться прорваться в Авдеевку, даже не столько окружить, сколько прорваться в саму Авдеевку, это будет, скорее всего, промка. Авдеевская промка, через которую они будут пытаться войти в город. Вот такая вот примерно ситуация. 40 атак, плюс прибытие наемников в виде двух частных военных компаний под патронатом Шойгу, потому что регуляры и мобики, то есть регулярные войска и мобилизованные Российской Федерации на сегодняшний день решить задачу, политическую задачу по захвату Авдеевки не в состоянии. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть на практике, что они смогут сделать на Авдеевском направлении и смогут ли они добиться каких-то успехов. Вообще, уже атаки носят волновой характер. Они чередуются с людскими волнами и с применением бронетехники. Бронетехника, мы уже так, 10 дней где-то такой интервал, то есть подвоз свежей брони, более-менее исправной и восстановленной на заводах, как только подвозят свежую партию брони, они применяют бронетехнику. Мы ее выбиваем и потом 10 дней идут пешие атаки. Через 10 дней все повторяется сначала. Вот такой вот примерно уже сложился, видите, стереотип тактики применения расистских войск на, 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 это не только на Авдеевском направлении, это на большинстве направлений, где они пытаются атаковать. Далее у нас идет с вами Марьинское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать попытки врага продвинуться дальше. Марьинка у нас, ну такой, будем говорить, ключевой. Несмотря на то, что она на 90% под контролем расистских войск, но все равно как рубеж обороны мы продолжаем ее использовать. В том числе и северо-западную окраину, которую мы контролируем. Итак, в районе Марьинки и в районе Победы было предпринято 4 атаки наших позиций расистскими оккупационными войсками. К сожалению, надо констатировать, что юго-западнее Марьинки враг имел успех и нам пришлось оставить несколько позиций. Враг продвинулся на несколько сотен метров вперед. Но это не в самой Марьинской, это юго-западнее населенного пункта. А так, боевая активность была немного снижена. Всего 4 попытки атаковать наши позиции по сравнению с предыдущими сутками, когда исчислялись десятками такие попытки. Далее идет шахтерское направление. И здесь наши защитники отражали атаку в западнее Старомайорского. Там враг проявил активность, но незначительную всего лишь одна попытка была атаковать наши позиции. Не увенчалась она успехом для врага. Враг понес потери и откатился на исходные рубежи. Запорожское направление. Тут тоже боевая активность немного снизилась. И противник пытался атаковать наши позиции западнее Вербового и в районе Работиного. Ни там, ни там, ни в Вербовом, ни Работиного. Противник успеха не имел, понес потери и отступил. Далее остается у нас зона ответственности оперативно-стратегических войск Одесса. Группы войск. На Херсонском направлении. Здесь наши воины продолжают мероприятие по расширению плацдарма. Мы, кстати, добились довольно существенного успеха. Враг пытается атаковать наши позиции. 17 штурмов выдержали за прошедшие сутки наши морские пехотинцы. Вместе с силами специальных операций и другими подразделениями на плацдармах на левом берегу. Но, тем не менее, мы предпринимаем шаги к расширению плацдарма. Плацдарм растет. Пока что Генштаб не уточняет, где, в каких местах он прирастает, освобожденной нашими войсками территории. Но, в такой факт мы можем констатировать. Плюс, видите, мы добились... Вчера был прорыв в небе. Мы добились довольно существенного успеха. А именно, фактически, мы прикрыли наши войска с воздуха. Это очень важно. То, что мы не смогли, допустим, прикрыть наши наступающие войска с воздуха летом, в ходе нашего контрнаступления, это повлияло на тот результат, который мы получили в результате всего контрнаступления. Хотя, я не сторонник. Я констатации того, что оно провалилось, как пишут некоторые, нет. Я сторонник того, что оно достигло своего успеха. И не надо считать успех километрами квадратными освобожденной территории. А надо считать успех боевыми потенциалами и потерями, которые мы нанесли врагу. Который сегодня облегчает нам задачу по введению той же оборонительной операции или наступательной операции, как мы сейчас проводим на левом берегу реки Днепр. Так что 17 попыток штурма нашей позиции не увенчались успехами. Враг понес потери и отступил. Кстати, авиации не видать. И я так понимаю, что теперь, там же особенность сбития этих сушек, трех самолетов, там на два нюанса надо обратить внимание. Первое, что сбита была сразу вся группа авиаций, которая шла для сброса вот этих управляемых авиабомб. Это первый момент. И второй момент, эта группа авиаций была сбита на дальних подступах. Дистанция, удаление от переднего края, района падения сушек расистских, где-то 50 километров. А это говорит, что они еще даже не успели войти в зону сброса этих авиабомб. Они могут их сбросить там, если она летит на 70, значит это они, начиная с 60 километров, их могут сбросить. Почему? Потому что нельзя сбрасывать на пределе, они и так не очень точные, эти планирующие бомбы. У них довольно большой коэффициент кругового отклонения, вот, с одной стороны. А поэтому их надо сбрасывать, чтобы был запас дальности, чтобы она хотя бы гарантированно долетела до того рубежа, на который ее сбрасывают. А наши их сбросы, их фактически на дальнем подступе, они были уничтожены. Причем одновременно вся группа самолетов, которая выдвигалась для сброса бомб. Сейчас идет много полемики о том, чем сбили, как сбили, кто сбил. А я скажу так, не надо гадать. Как говорил один известный комик, пусть будет сюрприз для врага. Но пусть враг четко понимает, что мы начинаем контроль воздушного пространства для прикрытия наших войск, обороняющихся или проводящих спецоперацию на левом берегу реки Днепр. Вот такую бы формулировку я применил к вражеской авиации на левом берегу. И там еще один прошел момент, мало замеченный, но его немножко затмил успех. Вот три истребителя-бомбардировщика Су-34, это то, чем Россия пыталась хвалиться. И, как говорил, аналогов нет и всего остального. Дело в том, что вчера были применены с нашей стороны планирующие бомбы. И уничтожено три склада с боеприпасами. Причем склады с боеприпасами были тоже уничтожены в глубине обороны противника. То есть на удалении нескольких десятков километров от переднего края. Кстати, Шарк, наш беспилотник, это разведчик. Он наблюдал, осуществлял визуальный контроль за выполнением задачи. Он, я так понимаю, осуществлял визуальный контроль и корректировал огонь. То есть наводил эти бомбы на эту цель. Точность идеальная. Попадание прямо в здание, где находились боеприпасы. Сразу же мы наблюдаем эффект детонации. Вторичной детонации подрыва этих складов. Но тут тоже надо отметить несколько моментов. Первое, что наш беспилотник Шарк спокойно висит в глубине обороны противника. Шарк ведет, не просто ведет разведку, а возможно даже подсвечивает эти цели для этих бомб. Возможно. Не берусь утверждать, но в любом случае визуальный контроль мы наблюдаем ударов. Кстати, в момент удара на видео видно, есть видео этого удара, вот с нашего беспилотника. То есть средства радиоэлектронной борьбы, средства постановки радиоэлектронных помех абсолютно не мешают нашему беспилотнику вести визуальную разведку в глубине обороны противника. И корректировать огонь наших реактивных систем залпового огня. На видео попадает в кадр два самолета. Ну, там спорно. Одни утверждают, что это те самые Сушки, которые были потом сбиты. Хотя они летят уже в сторону противника. То есть по контурам они очень напоминают Су-25. То есть штурмовики. Видимо, они отработали задачу и возвращались по нашим войскам. И возвращались на свой аэродром. Поэтому, случайно пролетая, попали в кадр нашего беспилотника. Скорее всего так. Потому что немножко не совпадают районы, где упали Сушки и где были засняты эти беспилотники. Но сам факт, что мы, мало того, что мы сейчас начинаем закрывать небо над нашими войсками на левом берегу Днепра. И тем самым, кстати, правый берег прикрываем. То есть управляемые авиабомбы не сможет враг теперь сбрасывать и по правому берегу. Но и, видите, мы наносим на всю глубину досягаемости наших огневых средств, мы наносим огневое поражение противнику. Эти склады с боеприпасами, это значит, что артиллерия, расширская артиллерия будет ждать теперь их пополнения. Для того, чтобы выполнять огневые задачи в интересах расширских оккупационных войск. Вот такая вот ситуация. За прошедшие сутки авиация Силы обороны Украины нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага. Также противовоздушной обороной были уничтожены 3 истребителя-бомбардировщика Су-34. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 5 районов сосредоточения личного состава вооружения и военной техники врага, 2 склада боеприпасов и 2 пункта управления войсками. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 1040 оккупантов, в технике и вооружении в танках 17 единиц, в боевых бронированных машинах 28 единиц, в артиллерийских системах 36 единиц, в самолетах 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 19 единиц, автомобильная техника 51 единица и специальная техника 6 единиц. Вот такой вот урожай собрали Силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Олешек. Ну и прежде чем перейти к военно-политическому разделу, точнее, ну да, давайте пару слов скажем о военно-политических событиях, которые происходят в нашей стране и вокруг нее. И начнем мы с новости, ошеломительной новости, но это просто рождественский подарок для нас с вами. Все-таки Нидерланды выполняют свои обязательства, мы долго сомневались, долго гадали, а будет не будет, потому что премьер-министр Нидерландов пообещал, что Украина получит первый F-16 в декабре, до конца 2023 года. И Украина все-таки получит F-16, сегодня, вчера, точнее, появилась информация о том, что Нидерланды готовят к передаче Украине 18 самолетов F-16. То есть, ну это сразу почти две, даже практически две эскадрильи нам готовят для передачи вооруженной силы Нидерландов. Так что, обещанные, они держат свое слово, надо отметить, что Нидерланды держат свое слово, но кто знает, может быть в новогоднюю ночь F-16 отправят пару подарков уже рашистским войскам. Там же пилоты готовятся вместе, я напомню, по программе, вот в этой авиационной коалиции Нидерланды, Дания, Норвегия, Бельгия, там же и подготовку пилоты, они, кстати, самые первые начали подготовку. Так что, может быть, сразу после передачи этих самолетов они и покажут, ну или не покажут, а, как сказать, продемонстрируют свою визитную карточку на поле, именно на поле боя или в воздухе в борьбе с вражеской авиацией. Так что ждем, ждем новогодний, вот такой вот рождественский подарок нам должен подойти в ближайшие дни. Информация уже идет в открытых источниках, на официальном уровне, значит, я думаю, что все будет идти по плану. Далее, наши два министерства, министерство инфраструктуры Польши и министерство восстановления Украины провели совместные консультации. И вчера состоялась встреча заместителей министра развития общинной территории и инфраструктуры Украины и заместителя министра инфраструктуры Польши. Выработан план по разблокировке границы. Сейчас были проведены, согласован и выработан план, и согласован между двумя правительствами. И польское министерство с понедельника, насколько я понимаю, начинает консультации с организаторами блокады по разблокировке границ. Не консультации, а переговоры. Начнутся переговоры для того, чтобы этот вопрос решить раз и навсегда, как было сказано в заявлении и польской, и украинской стороны. Компания Рошел достигла выдающегося значимого события и досрочно поставила Украине Рошел Сенатор. Это бронированный автомобиль, который используется вооруженными силами Украины. И, внимание, тысячный автомобиль. То есть, понимаете, да, объемы поставок бронетехники, вот только в бронемашинах, эта компания поставила тысячу бронемашин. Причем досрочно. Об этом сообщил основатель и генеральный директор компании Рошел. И хорошие новости пришли с Дальнего Востока. Япония, опять, она внесла серьезно, первое серьезное изменение в системе экспорта вооружений, которая в последний раз практически 9 лет назад, ну 10 уже можно сказать, в 14-м году они меняли свою систему. Так вот, они дали возможность, они ослабили, расширили спектр вооружения, которого можно передавать, продавать. Они сняли ограничения на товары двойного назначения, ну, допустим, двигатели для самолетов, да. Вроде как можно поставить и на гражданский самолет, а можно поставить и на военный самолет, запчасти к этим двигателям. И уже вот в этом контексте Япония может спокойно странам, любым странам, поставлять вооружения и товары двойного назначения. Одной из первых таких поставок это будут ракеты для класса «Земля-воздух» для комплекса «Патриот». Я вам вчера рассказывал, что Япония 140 ракет там должна передать, точнее 40 ракет должна передать Соединенным Штатам, а Соединенные Штаты эти ракеты передают нам, Украине. Но о чем это говорит? Это говорит о том, что Япония теперь может спокойно поставлять вооружение прямо или косвенно, для начала, через, допустим, те же Соединенные Штаты. И там уже речь идет не только о ракетах для комплекса «Патриот», там уже речь идет о боеприпасах калибра 155 мм. Но и скажу, что в рамках, там большое, я не хочу занимать ваше время, я кратко расскажу, там большой перечень вооружений. И я не удивлюсь, что у нас появятся, могут появиться японские образцы вооружения на поле боя. Начиная от артиллерии, заканчивая танками. Ну, тип у них называют, не танк, они называют, а тип 90, тип 80, тип 100. Вот такие вот модификации. Почему бы нет? Точно так же по артиллерийским системам. Почему бы нет? Бронемашины, почему бы нет? Я думаю, Япония с удовольствием сама захочет посмотреть на живучесть и боевые, реальные боевые возможности в условиях реального боя своей техники и вооружения. Мы всегда, ну, это знает любой человек, что война это лучший испытательный полигон для любого вооружения. Ну, а то, что боеприпасы и ракеты они нам будут поставлять, здесь уже, как бы, никто не сомневается, так как первая партия уже вот-вот для комплекса Патриот будет передана через Соединенные Штаты, будет передана нам с вами для усиления нашего ПВО. Далее, благодаря морским ударным дронам Украина образовала 200-мильную зону безопасности в Черном море. Об этом уже, как бы, ведется разговор, даже создание, точнее, этой зоны уже влияет на то, чтобы восстанавливать в полном объеме, восстанавливать торговые связи, гражданское мореходство или суднопланство. Да, мореходство, да, мореходство по торговое в акватории Черного моря. 200 миль это, ну, по морским меркам это почти больше, чем 360 километров. 1850 метров морская миля, так что 200-мильная полоса безопасности это огромный успех. Это, кстати, по вот ситуации в Черном море, я вам пару дней назад об этом рассказывал, отвечая на вопрос. Так что мы смогли вытеснить вражеский флот с западной части акватории Черного моря, закрыли небо над этой акваторией, ну, яркий пример Су-24, расистский, который был сбит в районе острова Змеиный. Больше, больше, больше попыток не было. Сейчас вот три сушки над левым берегом, вот, какой-то вот действительно, я смотрю, что, если посмотреть по карте, то вот, сектор просто сумасшедший. Где находится левый берег Днепра, напротив Херсона, и где остров Змеиный, и вот это все, видите, как надежно закрыто. Любое появление там авиации врага ведет к ее уничтожению. Далее Германия, как всегда, не прекращает радовать и, как всегда, отчитывается. Вот, ну, просто надо отдать должное, огромное спасибо немецкому народу. В этом плане четко пакет помощи, сразу же, как конкретный по пунктам отчет, что включает этот пакет помощи. Германия передала Украине очередной пакет военной помощи для наших вооруженных сил. В него вошли 3 установки Гепард, 10 беспилотников Вектор, это разведчики, 2 тягача ХХ-81, это для перевозки тяжелой бронетехники, это тягачи, которые таскают трейлеры для тяжелой техники. Далее, 5 полуприцепов к этим тягачам, 8 Mercedes-Benz Zetras, это грузовики, 2 танка для разминирования, 2 машины для пограничной службы, это бронемашины, 2 бортовые системы противоракетной защиты AMPC, PS, для вертолетов, для наших, которые отводят ракеты в стороны. Далее, снаряды для танков Леопард 2 версии А6, 30 240 35 мм снарядов для вооруженных сил Украины, для установок Гепард, 2500 155 мм артиллерийских боеприпасов, 25 536 40 мм снарядов для автоматических гранатометов, ну и медицинское снаряжение. Вот такой вот комплект помощи передала Германия Украине в очередном пакете. Так что огромное спасибо немцам и огромное спасибо Оллу Шольцу, что он не просто, я бы так сказал, сделал переоценку ценностей, он полностью перезагрузил свою политику в отношении Украины. Судя вот по его, я вспоминаю первое заявление Шольца, когда начались заседания в формате Рамштайн, ну это было, это было, конечно, мы рыдали над этим, потому как было, видимо, было полное непонимание той ситуации и степени опасности. И насколько сегодня это совсем другой Шольц. Он четко понимает ситуацию, он четко понимает угрозу со стороны Рашистской Федерации и он четко, судя по тому, какую политику проводит его правительство, он четко понимает перспективы развития ситуации и роль Германии в этих перспективах. Так что вот такая вот, ну и вишенка на торте сегодняшнего, две новости. Первое, то, что и Путин, и Шойгу сделали последовательно заявление о том, что армия будет увеличиваться и резкое увеличение численности армии должно произойти после президентских выборов в Рашистской Федерации. И дали понять, особенно Шойгу дал понять, что демобилизации никакой не будет. Все мобилизованные остаются в строю и будут продолжать службу, я так понимаю, пока их не заменят кадровыми военными контрактниками. Это может растянуться на годы. То есть в марте месяце, во второй половине марта ожидается, ну я бы сказал, наверное, не всеобщее, но очередная волна мобилизации как минимум тысяч на пятьсот, четыреста, пятьсот это точно. Если они действительно попытаются выполнить, ну то, что они заявили и Путин, и Шойгу, в плане увеличения, что довести численность армии, там вооруженные силы РФ и должны быть там 2 миллиона 100 с чем-то тысяч. Из них полторы тысячи военнослужащих. Вот, соответственно, для того, что... полтора миллиона, извините, полтора миллиона военнослужащих. Вот для того, чтобы догнать до такой цифры, нужна примерно вот такая волна мобилизации. Может быть, даже не одна на сегодняшний день. Ну и еще одна нота, две новости, тут нельзя было обойти. Это, кстати, касается состояния экономики РФ и в том числе и военно-промышленного комплекса. Потому что это взаимосвязанные вещи. Так вот, санкции всемогущие. В Рашистской Федерации умерла половина автозаводов. Вот при том, что они там говорят, что они развернули некоторые производства, то половина автозаводов умерла. Об этом пишет российский коммерсант. Это я не выдумал, это газета коммерсант, все в России ее там все хорошо знают. Так вот, многие российские автозаводы, несмотря на помощь китайских гигантов, за два года так и не смогли восстановить производство после введения санкций. То есть, они остановили это производство, они умерли. В России работали 22 крупных завода по производству машин от массового до премиального сегмента. То есть, практически всю. 22 автомобильных бренда. Половина из них не смогла вернуться к работе даже после смены владельца. То есть, была попытка, когда ушли западные бренды, вот в результате санкций, а российское правительство пыталось эти заводы продать новым владельцам. Они их национализировали и выставляли на продажу в надежде, что придет частный инвестор, вложит деньги, или придет, допустим, азиатский производитель, или с Индостана придет производитель, купит этот завод и начнет производить там машины. Власти РФ планировали передать активы новым инвесторам. Прежде всего, надеялись на Китай. Но ни одна из китайских компаний не решилась на серьезную покупку. Вот вам. То есть, даже Китай, друг и брат, ну, наверное, надо вспомнить сталинский девиз, русский с китайцем братья навек. Когда-то это был такой период в отношениях между СССР и Китаем. Видимо, расисты рассчитывают, расистское руководство в Кремле рассчитывает сегодня примерно на такое же отношение. Ну, видите, ни один из китайских инвесторов не решился на серьезную покупку автомобильных предприятий для того, чтобы развернуть производство в самой РФ и приступить там к выпуску машин. Так что, половина автозаводов умерла. Я думаю, что примерно такое же, ну, может быть, не такая резкая, но стагнация в военно-промышленном комплексе, она тоже наблюдается. О чем уже начинает говорить и наша разведка, и западные аналитики. Так что, сегодня, может быть, и 20 танков в месяц они выпускают с завода, а завтра уже будут 10. Вот такая вот тенденция ВПК РФ. Ну что ж, на этом мы с вами сегодня закончим не только первый раздел нашего обзора по военной и военно-политической обстановке, но и весь выпуск. Выпуск сегодня будет коротенький. Ну, так сложились обстоятельства, поэтому завтра тоже, наверное, будет короткий выпуск, а уже в понедельник мы запустим полноценный выпуск с ответами на вопросы и с комментариями, и пожеланиями, которые вы напишите ко всем этим видео. Все будет прочитано и проанализировано, и отобрано для эфира. Ну, а я благодарю вас за ваше время, за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Также напоминаю, что кто еще не подписан, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Будете получать уведомления о свежих видео. Здесь выходят не только мои аналитические обзоры, но и интервью, которые я даю различным средствам массовой информации и другим каналам. Также просьба тем, кто смотрит это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. А мы также напоминаем, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом «Незламни сердца». Ну, а мы с вами продолжаем верить в силы обороны Украины. Перемога наша! Слава Украине!